Я думаю, криптовалюты останутся в обращении, однако я не думаю, что они могут стать единственным средством платежа, особенно из-за высокого уровня компетенциальности, которым пользуются криптовалютные транзакции, что по итогу усложняет контроль над этими транзакциями. Криптовалюты Или это всего лишь только средства финансовых спекуляций? Что касается спекуляций, я не буду вдаваться в подробности, однако я могу подтвердить, что на данный момент большая часть криптовалютных транзакций носит спекулятивный характер, однако все больше и больше пользователей используют данную технологию. Мы видим, что количество компаний, которые предлагают криптовалютные дебетовые карты и виртуальные токены постепенно растет, поэтому сегодня можно использовать виртуальные валюты в качестве платежного средства. Что касается нормативной, законодательной и пискальной структуры, я не думаю, что в дальнейшем нам будет проще использовать криптовалюты. Пару недель тому назад в Конгрессе был представлен довольно интересный законопроект. Было предложено освободить от уплаты налогов криптовалютные транзакции на сумму менее 600 долларов США. Я бы сказал, что законодатели, как правило, делают противоречивые вещи, особенно в отношении виртуальных валют. С другой стороны, это отражает тот факт, что политические деятели, которые принимают важные решения, понимают необходимость ограничения таких сделок в целях борьбы с незаконными и преступными операциями. Япония была одной из первых развитых стран, которая легализировала использование определенных криптовалют на ежедневной основе. Из этого следует, в глазах японских властей это законные средства платежа. Какие страны первопроходцы в опросе криптомагнитных дебетовых карт? Честно говоря, мы должны подходить к данному вопросу под другим углом. Мир криптографии выходит за рамки географических границ. Это особенная вселенная, которая постоянно развивается. Получая определенную сумму в этом сообществе, вы начинаете задумываться над тем, как вы можете использовать данные деньги, особенно если у вас есть возможность воспользоваться вашей дебетной картой. Невзирая на то, что Европа довольно консервативный регион, попреки всему, некоторые европейские страны готовы дать зеленый свет криптовалютам. В этом случае я бы не удивился, увидев, как, к примеру, в Эстонии будет легализировано использование виртуальных валют, поскольку эта страна всегда была открыта для чего-то нового, для нового опыта. Вскоре Швейцария должна признать некоторые виды криптовалют. Более того, кантональные власти Тищина недавно объяснили, что будут принимать платежи в виртуальной валюте за определенные услуги. Испания тоже могла бы взять на себя подобную ответственность. Мы видим, как появляются инновационные проекты в Испании. К примеру, в Швейцарии и в Эстонии превосходная правовая база. С другой стороны, Германия могла бы стать одной из последних стран Европы, которая решилась бы на легализацию цифровых валют. Страны Европы и Юго-Восточной Азии наиболее открыты для инноваций. В основном это касается Сингапура и Японии. Что касается Америки, данный процесс, вероятно, займет немного больше времени. Учитывая, что криптовалютные дебетовые карты уже существуют, можем ли мы предположить, что виртуальные валюты могут заменить традиционные валюты в будущем? Какие правительства выступают больше всего против криптовалют? В данный момент, мне кажется, что нет борьбы или войны против виртуальных валют. В данный момент мы видим попытку создать эффективную нормативную базу. Правительства полностью создают необходимость регулирования данной системы. Они понимают, что этот рынок необходимо сделать доступным для более широкого круга пользователей. Это в основном институциональные игроки. Я думаю, что криптовалюты останутся в обращении. Однако я не думаю, что они могут стать единственным средством платежа, особенно из-за высокого уровня конфиденциальности, которым пользуются криптовалютные транзакции. Это усложняет контроль над данными транзакциями. И правительственным органам это совершенно не нравится. В любом случае, они сделают всё возможное, чтобы интегрировать данную технологию в традиционную модель. Но я думаю, что данный подход может потерпеть неудачу. Правила, безусловно, будут меняться и не один раз. Рано или поздно криптовалюты будут признаны в качестве средства платежа. Но дорога впереди будет длина и чревата подводными камнями. Вы спросили меня, могут ли виртуальные валюты стать единственным средством платежа. Это очень сложный вопрос. У этой технологии, безусловно, многообещающее будущее, поскольку она очень мощная, надёжная. Это будет реальная инфраструктура. Разумеется, на данном этапе правительственные органы должны приложить все усилия для того, чтобы избавиться от существующих пробелов. Нам остается пока только ждать. Максим, большое спасибо, что были сегодня с нами в студии. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо и вам. Мы признательны вам за внимание. Спасибо, что смотрели Дугас Капи ТВ. Оставайтесь с нами. У нас много других интересных интервью. До скорого. Продолжение следует.